Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о морских черепахах, или по-научному таз с ластами. А помогать нам в этом будет вот этот дядя с ведрами, который вот уже больше 20 лет работает в фонде сохранения морских черепах со штаб-квартирой в городе Канкун, что в Мексике. Почему же черепах надо сохранять? Дело в том, что морской черепах трахает морскую черепаху в воде, после чего исчезает в синей пучине океана. За один сезон, который длится с мая по октябрь, черепаху трахают 5-6 раз, и через каждые 10 дней она откладывает от 70 до сотни яиц. А откладывать яйца она выходит из моря на сушу. Вот, видите следы на песке? Здесь она ползла к месту будущей кладки. Чуть подальше есть такой же след, как от трактора, только в обратную сторону. Там черепаха уползала обратно в море. Продолжение следует... На берегу она проводит около 4 часов. Значительная часть времени уходит на рытье ямы глубиной 70 сантиметров. Черепаха роет ее около двух часов. Если вы удивляетесь, почему так долго, то напяльте на руки ласты и идите попробуйте что-нибудь вырыть в детской песочнице во дворе. Если во время рытья черепаха чувствует, что песка мало или ей попадается камень, соловам ей не удается выкопать гнездо достаточной глубины, она уползает, и вся работа, как говорится, по пасу под хвост. Выкопав яму, она откладывает яйца, после чего закапывает ее, на что уходит еще около часа и уползает в море. Примерно через полтора месяца из яиц вылупляются черепашки и начинают вылезать на поверхность в поисках моря. Следы на песке, где черепашки бежали к морю. Да далеко не всем удается выбраться из гнезда, а до моря может не добежать вообще никто, так как на день рождения слетаются все местные хищники, жаждущие поживиться черепашатиной. Даже сейчас, несмотря на наличие людей, местные коршуны уже присматривают себе добычу. Так что из ста штук могут погибнуть все, и так каждый раз. И именно поэтому морские черепахи нуждаются в защите с помощью такой вот палки. Этой палкой наш дядя протыкает песок в поисках кладок. Да, иногда он может повредить одно-два яйца. Но зато он сможет отпустить в море всю оставшуюся сотню. Если же яйца не искать, они все погибнут. Ну-ка так они запад, они вам хвалят. Вот здесь собирают пищу от гранди в море, в приспогой. Как видите, рука полностью уходит в анору. Яйца очень напоминают шары для пинг-понга, такие же мягкие. Их ни в коем случае нельзя переворачивать, класть в ведро надо в том же положении, в каком достали из гнезда. Редактор субтитров А.Семкин Иногда попадаются маленькие неоплодотворённые яйца. А вот если в кладке встречаются деформированные яйца. Это значит, что репродуктивная система черепахи уже устала, и в этом сезоне для неё это была последняя кладка. В аведре около семидесяти яиц. В аведре около семидесяти яиц. В аведре около семидесяти яиц. После того как яйца выкопаны, их относят в специально оборудованный инкубатор, где с помощью сетки защищают черепах от хищников. Не знаю. Откопаем место и положим яйца. Поработаем черепахами. Крутые. Что у нас фотографируют? Разные кучки. Там закончили, вот здесь вот начали. Крутые. Одиннадцать. 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 А сколько надо? Да все потом надо, просто будет на табличке указать, сколько их там. Так волнительно. А выпускать? Так их нельзя переворачивать. Где-то через 45 дней черепашки вылупляются и продолжают сидеть в песке. О, бэби. Иди принимайте рот. Хочу, хочу. О, бэби, ола. Я хочу, я хочу. Ой, мой хороший малыш, малыш. Я хочу. Малыш, ахаха, ты красавица. Красавица. Вот сюда вот, нажимай на желе. Красавица. Я хочу, я хочу. Видите, туда на манесе идёт. Я знаю, я знаю, я знаю. Я, яйба. Я хочу. Товарищ командир. Я, товарищ командир. Товарищ командир. Вы на беленькую нашла. Ой, ты маленький какой. Я ещё не вижу. Вы роду принимаете? Я ещё не вижу. Не отвлекайтесь. Вон ещё, черепахи, вон ещё. Вон ещё, черепахи, вы теряйте время ещё. Ола, бэби, ола. Ола. Привет. Привет, привет. Они не задыхаются, потому что в песке есть воздух. А кроме того, черепахи, как и любые земноводные, умеют замедлять свой метаболизм. Их выкапывают, помещают. Все в то же ведро и несут выпускать в море. Что-то мягкое на брюшке, это не кишки, а пуповина, как и у любого новорожденного. Она скоро отвалится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И едят только водоросли